Меня зовут Мохаммад Джарбаев. Я представляю клуб «Агат», также я представляю клуб «Колхоззал» и «Дикая дивизия». Я, как все дагестанцы, начинал свой путь с вольной борьбы. Тренировался 15 лет, плюс-минус где-то. Самая интересная свадка для меня является Абдулкадыров Мохаммад против Саидова Ильдара. Всем привет, меня зовут Андрей Карузин. Я представляю город Лоткарина. Я решил заявиться в гран-при. Во-первых, потому что мне сказал тренер. Все, что говорит мне мой тренер, я это делаю. Если он скажет мне спрыгнуть с крыши, я спрыгну с крыши. Он мне говорит, как бороться, где бороться и с кем бороться. Буду рад побороться с любым соперником и пусть победит сильнейший. Итак, вот он, друзья, Магомед Жарбаев. Друзья, давайте его встретим. Ох, сейчас будет жарко. Представитель клуба «Акад». Коричневый пояс. Чемпион мира ЮВВ. Магомед Жарбаев. Вы чувствуете, в воздухе стало свежее так, да? Да. Воздух как бы разгрядился. Вышел по звуке грома. Под раскат и грома. Да. Тор. Для канала, чтобы сейчас смотреть. Итак, продолжаем. Давайте встретим его соперника. Представителя клуба «Самбист» из города Лыткарина. Коричневый пояс. Мастер спорта по грэплингу ЮВВ. Андрей Карузин. Коричневый пояс. Насколько я помню от Николая Чучкалова. Представитель Лыткарина. И вот мы видим, что свет Лыткарина находится здесь в зале. Вот Андрей. Измазались в себе футболки, чтобы расписать. Особенно буква по центру, черт мой, меня вдохновляет. Потрясающе просто. Да, потрясающе. Какая группа поддержки. Карузин. Карузин. Все, теперь точно все. Итак, мы готовы. Спортсмены. Просим на центр ковра. Макомед Жарбаев против Андрея Карузина. Весовая категория. 77 килограмм. 6 минут. Мы готовы. Поехали. Опытный спортсмен. Борется по разным федерациям. По ECB, по IDCC, по ООО. Почти все забирает, выигрывает. И по Невазу тоже, кстати, он борется. И из последних турниров, что мы не получилось только взять, это был финал чемпионата по УМА Европы. И мира от Неваза, и финал чемпионата Европы по EDCC. С Карузином они уже боролись в прошлом году. Тогда Джарбаев прошел в самом конце ему гард Андрею. Начался, что сладкость закончилась тогда. Плотный закрытый гард ломает осанку. Обратите внимание, что опять была попытка выйти на 4.11. И неплохая попытка, кстати, была. И единственное, сейчас попадать за закрытый гард. Да, Магомед очень мощный. Подняться с соперником вообще без проблем. Конечно, Андрею нужно что-то более... Андрею лучше не заставиваться, потому что сразу начнутся атаки от Джарбаева. Вот я не очень хорошо знаю обоих этих атлетов. Я буквально сейчас с ними знакомлюсь. Возможно... Магомед молодец. Прикольный элемент тоже добавил. Это выход на 4.11 постоянно пытается оботкать на фаулгард. Опять же, здесь фаулгарда что стоит сказать? Я просто не дал значение. Скажем так, включать. И там есть такие замки ногами, которые не позволяют вытащить с колена оппоненту, чтобы выйти на болевой на ногу. Спасибо, Джон. Да, на первую? Да, сейчас еще будет попытка, я думаю, на Кимуру ролл. Джарбаев тоже иногда и практикует. Я бы, конечно, с головой чуть-чуть сместил бы. Иначе можно попасться на гильотину. Даже не сколько гильотина, сколько гильотина лок. И огонька на лок, это чревато проходом. Тем же не слайдом, например. Да, и вот сейчас опять была попытка. Да, и очень близок к проходу. Джарбаев? Да, еще чуть-чуть, да. Руку надо при заправить Андрею. И все-таки, да, Джарбаев хочет тут, там хочет на ногу делать. Ищет ногу, да. Ищет ногу, подбирается к атаке. По-моему, я пытаюсь понять, что там за замок. Отчего-то просто не видно. Ну, судя по расположению камер, зато видно нашим зрителям. Ребята, напишите, что там за замок. Да, 4-11 у нас тут. Но видите, сначала хотел использоваться для прохода гарда. Опять же, тут надо же сказать, что ничего удивительного. Он все-таки тренируется в одном зале с Эльдаром Саидовым, насколько я знаю. Поэтому вот эти фишки должны удивляться. Кимуром Роллом. Можно 4-11 и так далее. Это такая неплатовская работа Эльдара. Очень низкий проход террориада, смена направления. И вот, собственно, гардпроидер. Да. Гардпроидер, позиция зафиксирована. И сейчас самая большая такая ошибка, это пытаться отдавать спину. Потому что, ну, точнее, не пытаться отдавать спину, простите мне за фразу. Не отдать бы спину. Защитите, потому что сейчас вот Андрей слишком сильно разворачивается. И это, да, Макомет может дать. Можно было перешагнуть, короткие движения коленом, да, вот, перешагнуть корпус и забрать спину. Ну, 3 балла есть, так что... В принципе, их можно удержать. Да, и сейчас... Здесь будет работать на баллы. Потому что мне кажется, что специальной тактике работы на баллы нет сегодня ни у одного из спортсменов. Все же они будут искать сабмиши, да? Или я ошибаюсь? Я думаю, что все зависит от бензобака. И насколько он понимает, что он может пофинишевать соперника. Понятно? Одно дело, соперник там опасный. Но здесь мы видим пока, да, что технически Макометов пока, ну, легко с Андреем. Андрей не может ничего подложить подъезд. Потому что, потому что он лежит в такой ситуации, когда остается полторы минуты... Вот у нас замочек на шее. Да, полторы минуты и 3-0, как бы, ну, надо атаковать постоянно. Рисковать, возможно, чтобы рисковать какими-то позициями. Хочет подобраться к ногам Андрея Козуева. К оружия, извините. Но все-таки пока он играет в некую такую оборонительную игру, в обороне выиграть не так-то просто. Ты имеешь в виду Андрея играет в оборонительную игру? Андрей, да. Но не сам, мне кажется, сейчас не самое правильное решение от Андрея, потому что у него остается уже меньше минуты, уже ровно минуты остается. Да, ему нужно что-то срочно искать. Надо уже от обороны в атаку переходить. Здесь, да, лучше... Здесь как бы дилемма, либо ты переходишь в атаку, либо соглашаешься. Ошибка, ошибка, Андрей. И Лиша опять выставляет в эту сторону. И сейчас Джарабай проехает, он на Кимуру упрыгнул. Очень грамотно работает. То Кимура, то 411, то проходы гарда постоянно. Черт, знаете, что делать? Да, там успевать как-то все же надо? Человек знает, что делает. То есть здесь мы видим как бы работу системно. Системная работа, она будет всегда выигрывать там, ну там, человека, который знает один прием, там, два приема. Даже при приема. О, там попытка выхода на треугольник. Не успеет он, возможно, довернуться. 14 секунд до конца. Галисина. Будет ли? Будет ли? Нет, бросил захват. Да, перевернулся быстро сам Андрей. На бок, чтобы не закрыли нормальную хайл. Но, тем не менее, время матча закончилось. 3-0. Счет в пользу Магомеда Джарбаева. Он переходит в полуфинал. Итак, друзья, в этой схватке победу со счетом 3-0 одержал. Сейчас я хочу просто все играли прочитать. А, ну, собственно, зачем все, если можно прочитать только тех, которые сегодня, как говорится, борцов судят по последней схватке. Итак, человек, который вышел в следующий круг в весовой категории 77 килограмм, давайте ему поаплодируем, одержал победу в 3 балла Магомед Джарбаев.